Всем привет! Продолжаю тему по обзору изготовления комби Азонатора, которую считаю панацеей самой серьезной мировой угрозой человечества. Майя активно дает плоды и многие энтузиасты уже даже реализовали устройство для использования. Ребята выкладывают свои образцы и даже делятся результатами и эти результаты очень радуют. Так как вижу, что идет настоящее спасение душ от потенциального уничтожения. Кстати, кто зашел посмотреть и пока не в теме, то обязательно посмотрите мои предыдущие ролики по спасению человечества, которые раз вижу тормознутых, которые не разобравшись в ходу комментируют некий бред. Но это ладно. Я вам хотел кратко показать очередной вариант комбо гибридный. По предыдущим выпускам я говорил, что собираюсь из корпуса пауэрбанка что-либо собрать. А тут пришлось на днях отправить один из моих рабочих образцов в дальний полет для массовых экспериментов. Надеюсь, эти эксперименты получатся. Так вот, пришлось взяться за изготовление, чтобы сделать все-таки, чтобы было у меня всегда два под руками. Так как один у меня обязательно ходит где-то на стороне, а с другим каким-либо я экспериментирую. Так вот, этот вариант основанный на пауэрбанке. Значит, вот, как видите, тут уже озонатор сделан. Включается он, понятно, просто. Причем, как я вам уже рассказывал, что можно даже и отключать. Ну, я вот встроил все-таки сюда еще выключатель такой. А так, пожалуйста, можно кнопочкой включить, и он включится. Но 5 секунд надо нажать подождать, тогда выключится немножко вот неудобно. А так, вполне способно. И я сюда еще вставил, так как эти усилители, модули, из которых делают генераторы, в общем-то, такие маленькие и малопотребляемые, что я сюда строил сразу два. То есть, один для озонатора, а второй отдельный вот сюда. Здесь у меня стоит обычный тор, такой, который используется в начальных вариантах. То есть, четыре провода по 7 метров. Правда, я здесь, как я вам уже говорил когда-то, слишком много дал, и получилось, в общем-то, 230 кГц. Я пока их не менял, то есть, не отматывал. Решил поэкспериментировать и над этим. Вот 230, а вот, например, вариант обычный мой гибрид. Вот, 302 кГц. И покажу вам, как это работает даже все вместе. Вот. Вот, 302 кГц. И одновременно можно включать и аденатор. То есть, и как дышать, и в то же время можно гибрид. Ну, или что вы там еще подключите. Я, например, портсов могу подключить еще, соответственно. И будет комбинированная система. Вот, если посмотреть, значит, вот этот датчик он настроен на 230 кГц. А эти датчики больше настроены на 300 кГц. Поэтому можете посмотреть, что они лучше реагируют именно на 300. Так вот. Пока я тоже здесь временно его закрепил, чтобы не защелкивать. Потому что, как я говорил, защелки здесь одноразовые. Потом ковыряться очень тяжело. Значит, вот сама конструкция. Здесь торт соответствующий, как я говорил, на 230 кГц. Вот, все как обычно. Здесь зафиксировал ограничителем. А так само по себе оно вот плотно держится, но свободно. То есть, я могу вытащить, если мне понадобится. Это умножитель. Просто приклеил его к аккумуляторам. Значит, аккумуляторы какие применил. Один внизу там находится на 6000. Второй на 4000. То есть, 10000 мАч. Вот этих аккумуляторов вполне достаточно. Учитывая, значит, 250 мА при 5 вольтах. Это почти полтора ватта. Будем считать. В общем, в итоге получается, что здесь где-то больше 30 ватт. 30-35 ватт грубо. Получается, что хватит где-то на 30-25-30 часов гарантированно. Без конечного драйва. Если совместно сразу использовать еще и отдельно какой-нибудь излучатель, то получается в два раза меньше времени. То есть, около 15 часов. Это очень много. Достаточно для всего этого. Если не выключать. А если периодически включать и выключать, то даже на неделю. Значит, вот этот усилитель. Точнее, генератор уже. Вот. Он используется для озонатора. А вот этот усилитель, как внешний. Чисто. Значит, здесь я подключил. Тут вот. Два USB разъема. Они якобы на 1,2 ампера. Но, на самом деле, они запараллелены. Это всегда так делают. В большинстве. Вы просто туда, к 5 вольтам подключаетесь. Напрямую. Там надо через переключатели. Значит, через переключатели. Вот сюда 5 вольт от USB. Этого достаточно, чтобы оно достаточно нормально, стабильно работало. Причем, вот если включить, например, вот этот генератор без нагрузки, то он сперва включится, потому что срабатывает включение. Но потом сам вырубится, потому что сам генератор практически ничего не потребляет. И он уходит в спящий режим. Вот сейчас вот он показывает, а потом уйдет в спящий режим. Опять же, зарядка. Все очень просто. Проблем с этим нет. Он, конечно, у меня сейчас заряжен. Так как здесь 10000 мАч, то заряжается он несколько часов. Вот именно вот этот вариант Powerbank. Он берет на себя 1,5 ампера при 5 вольтах. И заряжает аккумулятор, и получается где-то по 2 ампера всего на них идет. Вот считайте, это где-то 4-5 часов заряда. На полный заряд, чтобы было. Умножитель. Ну, вы видите, уже сколько раз показывалось. То же самое с тором. Тоже много раз. И вот показываю. Вот они расположены. Значит, вот тот, который на 6000 аккумулятор. Там получается вот под этой платой зазор. И вот я просто этот зазор использовал вовнутрь. Туда засунул. Получилось вот таким образом. Вот видите, тут как бы лишнее целый сантиметр. Вот этот сантиметр туда уходит. И получается, что внешне, вот как они сейчас так лежат. Конечно, вы можете круглые использовать аккумуляторы. Как здесь и было предусмотрено. Но я повытаскивал все эти разъемы, крепежи. Вот это все, вот оно вот так должно было быть. Потому что, ну сколько? Здесь вот два можно поместить. Тогда умножитель надо вот так ставить. Мне было удобнее вот сделать именно так. Вы как хотите, можете по-другому это делать. Просто здесь я получаю 10000. А если два сюда положить, они по полтора-два ампер часа. Ну, получится у вас там 3-4 ампер часа. Ну, маловато. А так целых 10 ампер часов. Значит, индикация. Здесь я, наверное, все-таки еще поставлю индикацию. Потому что вот оно хоть и выключается в момент, когда нет нагрузки. Но лучше все-таки выключать полностью. Здесь индикацию вот я такую сделал. Значит, я поставил светодиод туда. Мне все-таки нравится, что изнутри оно как бы подсвечивает. То есть, сразу люди дышат. Видят, что когда включено, когда не включено. Но тянуть отсюда 5 вольт через резисторы, вот гасящие там эти провода лишние. Я решил сделать вот то, что взял дросселек какой-то из этих. Вот подобрал. Ну, конечно, дроссель такой, который побольше витков имеет. Потому что вот эти, которые по 5-10 витков толстым проводом, они не годятся. То есть, где-то 0,5 миллигенри и 1 миллигенри и больше. Вот где вот побольше витков. Просто берете вот светодиод туда вставили и параллельно там подсоединили и посмотрели. Будет светиться цветодиод или нет. И уже регулируете там ближе, дальше от тора. Ну, большой брать тоже не надо. Такой помельче, чтобы оно сильно не влияло. Не забирало у него лишнее. А так вот высоковольтная часть. Вот одна, вторая. Вот там иголка. Вот это колечко. Все оно тут на месте. Ничего не пробивает. Вот именно на этих генераторах. Если, конечно, помощнее ставить. 31-10 если сюда модуль поставить. То тут, конечно, мощность возрастет. Надо уже будет все-таки более безопасно тут залить, изолировать. Вот так. Более надежно все делать. Но в этом варианте, ну, вполне достаточно. Тут вот сейчас поток воздуха идет такой, что, точнее озона, что примерно в разах 3-4 больше, чем вот в тех, так скажем, номинальных вариантах, которые вот от Валентина Адендорфа ребята делают. И вот такая система. Значит, здесь я расцелил просто отверстие. Как видите, сквозное. Здесь тоже отверстие. Здесь вот взял, что мне было под руками, вот такой вот предохранительный. Потому что, чтобы, буду людям давать, чтобы нос сюда не совали напрямую. Потому что без этого оно несколько выпирает. Получается вот где-то на миллиметра два. Вот это медное кольцо, оно выше, чем сам корпус. При этом немножко может быть опасно. Вот если надо, еще сюда, вот пожалуйста. Места здесь получается много, очень много. Это я аккумуляторы два поставил. А можно всего один на шесть тысяч и тоже очень много. Поэтому сюда можно запихнуть столько всего, что прямо, даже не знаю, места свободного много. Ну, штучка получилась увесистая. И в то же время, вот, достаточно имеющий дизайн хороший. Опять же, фонарик, все эти выходы, входы, все что надо имеется. Вот такая система. Вот, конечно, если сравнивать с этим, то все-таки это хоть можно в карман положить, и тебе тоже в карман не положишь. Но зато, если это дать куда-нибудь людям, где массовое скопление, то можно обслужить, ну, наверное, сотню, а то и больше. А может и две сотни. То есть, можно спасти столько людей этим. Как вот я вам показал фрагмент, вот где там написано, что заскочили в красную зону и дали подышать двоим. Вот, фактически двоих спасли. Не знаю, может от сильных осложнений или как, а может и вообще от смерти. Все может быть. Вот такой вот обзор. Значит, может быть, если найду время, то сделаю обзорчик вот этого, тоже автономного генератора. Тоже на такой же микросхеме, как и здесь. Все собрано. Вот, так что продолжайте, делайте. Это очень и очень важно. Имейте в виду, что если вы будете делать, применять на окружающих, это спасет очень много людей. Я вам говорю совершенно откровенно и серьезно. Вы просто будете спасителями. Я уже считаю спас, ну, не один десяток. По крайней мере, от серьезных осложнений и от тех последствий, которые дают. Дает это зараза. А уж от смерти вполне вероятно и от смерти. Все. Вот такой вот обзор. Пока достаточно. Будьте здоровы. Исцеляйтесь. И не поддавайтесь на провокации всемирные. Исцеляйтесь. Исцеляйтесь, что вы будете делать за брусом. Исцеляйтесь. Исцеляйтесь. Продолжение следует...